Любят большинство мальчишек вот такие игрушки, хотя раньше они были все же более востребованы. Сейчас танки, конечно, по-прежнему пользуются популярностью, но уже в виртуальном пространстве. Появился даже отдельный вид спорта, как раз для любителей провести время за компьютерными играми. Именно об этом направлении Евгений Шоев расскажет сегодня в нашей традиционной лаборатории спорта. Соревнования по компьютерным играм однозначно это самый быстро развивающийся вид спорта. Межгодные мировые чемпионаты по киберспорту собирают более 50 миллионов зрителей по всему миру. На таких турнирах игроки зарабатывают ну просто немыслимые деньги. Так недавно 15-летний подросток из Пакистана получил полтора миллиона долларов. Конечно, такие суммы мечта многих. И иркутские ребята здесь не исключение. Из сотен дисциплин киберспорта больше других в Иркутске прижились три игры. StarCraft, World of Tanks и, конечно же, Dota 2. Дота 2. Самая популярная во всем мире командная игра. Если ваш ребенок играет в нее, будьте осторожны. Dota 2 в совершенстве умеет делать только две вещи. Уничтожать свободное время и затягивать в себя. В последние годы в компьютерных клубах Иркутска тренируются играть только в Доту. Но даже если вы чудом оказались на спортивной площадке, понять, что происходит у вас, вряд ли получится. Так просто один игрок попросил другого убить соперника, используя способности своего персонажа. Смотри, драться, 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 драться. Но те, кто думает, что киберспорт это детская забава, вы глубоко ошибаетесь. Да, здесь нельзя получить травму, нет по сути особого снаряжения, а тренер может находиться даже за тысячи километров от тебя. Но все же это профессиональный спорт. Для примера, реакция пальцев хорошего игрока достигает 130 миллисекунд. Проще говоря, парни могут сделать около 300 осознанных нажатий на клавиатуре всего за одну минуту. Не зря они тренируются по 4-5 часов в день. Главная цель – участие в престижных соревнованиях. А вот с соревнованиями в Иркутске пока беда. В год у нас проводится не более двух турниров, и весь груз ответственности за организацию этих соревнований лежит на плечах Олеси. Она одна из немногих девушек в иркутском киберспорте. И ник, кстати, у нее говорящий – истерика. Несколько лет Олеся сама очень активно играла. Все-таки это дело такой молодежи до 25 лет, думаю. Потому что дальше в Иркутске, по крайней мере, этим заниматься не перспективно. Потому что нет довольно-таки хорошего количества спонсоров, которые бы убивали на это большие деньги. То есть у нас планировалось строительство кибер-арены. Но, увы, к сожалению, у них что-то и не так, что-то пошло не туда. И, в общем, как обычно. Из всех киберспортсменов Иркутска достичь успеха смог, по большому счету, только один. В 2010-м «Хемия», а в народе Илья Хамедулин, попал на чемпионат мира по игре в «Старкрафт». Турнир проходил в Лос-Анджелесе. И чтобы собрать денег на поездку, парню пришлось бросить клич по всей стране. Дорогое это удовольствие быть в большом игровом спорте. Разместил на всех киберспортивных сайтах России мою историю, как это все произошло. Что я первый раз в жизни человек из Иркутска приехал. В Москву-то постоянно приезжал кто-то, но никогда места не занимали. А тут третье место, какой-то из Иркутска. Там все вот такие глаза были у них, не понимали вообще, кто это. На турнире в США Илья так и не дошел до плей-офф. Соперником иркутянина стали корейцы и китайцы. А именно в этих странах живут лучшие киберспортсмены мира. Причем даже в традиционно русских играх, таких как World of Tanks. В танке играет более 10 миллионов россиян. Естественно, не обошло стороной это массовое увлечение и наш Иркутск. В прошлом году на стадионе Труд прошел, пожалуй, самый массовый турнир региона. Приехали более 2000 игроков со всех городов области. И некоторые даже со своими семьями. Но по результатам соревнований ни один танкист так и не смог отобраться на общероссийские соревнования. В общем, со всей уверенностью могу сказать, до международных высот киберспортивному сообществу Иркутска еще расти и расти. Да и держится оно только на инициативных игроках. Зато они-то уж точно знают, где заканчивается игра и начинается интересный и очень сложный вид профессионального спорта. Евгений Шоев, Владимир Пинаев, Андрей Назаров. Новости по будням.